Примечательно, что новым канцлером права Эстонии стала женщина, профессор государственного права Тартусского университета Юльне Мадизе. Ее кандидатуру выдвинул президент Эстонии Томас Хендрик Кельвис в декабре прошлого года. Своё решение президент обосновал тем, что она юрист молодого поколения, в прошлом году ей исполнилось 40 лет, которая имеет очень сильное академическое прошлое и долгосрочный опыт в государственном управлении. Она проявила себя как авторитетный и признанный юрист, который имеет большие заслуги в реформировании публичного права в Эстонии. Мадизе участвовала в составлении всех изданий Конституции Эстонской Республики с комментариями, а в последнем из них, выпущенного в 2012 году, она руководила редколлегией. Сегодня в Риге Когу Мадизе более полутора часов отвечала на многочисленные вопросы депутатов, которые в итоге одобрили ее кандидатуру. Я вижу, что деятельность омбудсмена должна быть направлена на то, чтобы понять все стороны, а его авторитет основан на профессионализме, честности и последовательности. Это лучше всего отвечает духу Конституции. По моему мнению, эта ответственная должность может быть совмещена только с работой профессора в университете. После принесения должностной присяги я покину место ведущей на радио. По словам Мадизе, ей не приходится стыдиться своей прежней деятельности, и своими прежними ценностями она будет руководствоваться и в работе канцлера права. На тайном голосовании кандидатуру Мадизе поддержали 72 депутата парламента, против проголосовали 9, а двое воздержались. Фракции партии Реформ Центрической партии и Социал-демократической партии открыто выразили поддержку Мадизе. Прежде чем прийти на сегодняшнее заседание, она в течение декабря провела несколько встреч с представителями всех парламентских фракций. Юлию Мадизе называют одним из лучших специалистов в области права. В свое время она работала в госконтроле, а также принимала активное участие в дискуссиях по общественно важным вопросам и в составлении различных законопроектов. В 2007 году, когда закончился срок полномочий предыдущего канцлера юстиции Аллера Икса, Юлию Мадизе уже называли главным фаворитом на эту должность. За ее кандидатуру выступали реформисты и центристы, но тогда этот пост достался все же нынешнему омбудсмену Индрику Тейлеру. Спустя семь лет ситуация повторилась и теперь все без исключения партии поддержали Юлию Мадизе на этом посту.